Ну давайте познакомимся. Меня зовут Шевелев Эдуард, я являюсь тренером Microsoft, веду разные в общем-то направления. Сегодня хотел бы рассказать про службу федерации, это серверное решение, расширение штатного функционала ADDS. Почему? Потому что именно по этой инфраструктуре возникает больше всего вопросов. Ну естественно, по мере того, как я буду что-то рассказывать, естественно я буду показывать вот здесь на стенде, который у нас развернут на основе 12 курса. Изначально, так вкратце, можно сказать, что служба федерации является расширением доменных служб. Она занимается тем же самым, то есть занимается процедурами модификации, авторизации, но при этом использует доступ в виде клеймов или на основе клеймов к специальным веб-приложениям. Не секрет для многих из вас, что, как говорится, по последней моде очень часто разработчики стали использовать именно веб-интерфейс для доступа к своим сервисам. Вот как раз на эту инфраструктуру и ориентирована данная служба. Итак, служба федерации, в принципе, заточена для предоставления доступа, причем на процедуре одноразового ввода логина пароля, доступа к ресурсам, именно к веб-ресурсам, на основе некой сущности под названием клеймы. Но, как мы с вами увидим, что, оказывается, клеймы будут в итоге ничем иным, как еще одной формой атрибутов, на основе которого можно будет проверять, ну, как говорится, доступность, да, управлять доступом. Итого, для начала, естественно, нам понадобится контроллер домена. Итак, первое, что нам с вами нужно для будущей инфраструктуры службы федерации создать, либо проверить наличие уже существующей записи, да, в ДНС службе, в ДНС сервис. Итак, открываем оснастку ДНС менеджера. Так, это нам не понадобится. И проверяем, что у нас здесь есть. Нас с вами интересует зона прямого просмотра, зона с названием Adatom.com. Это наш с вами домен. Так, и что мы здесь будем с вами делать? Создавать новую хостовую запись. Итак, новая хостовая запись типа А. Буклы нынче не в моде, а вот плюсики в тренде. Ну, что я могу сказать? За модой просто не успеваешь. Ну, хорошо, плюсики так плюсики. Так, итак, новый наш ресурс. Естественно, мы его как-нибудь назовем с вами ближе к службе федерации. Например, ADFS. То есть, это будет сервер ADFS Adatom.com. Ну, естественно, у него будет какой-то IP-адрес. Мы его ставим, ну, так как машины у нас не очень много, прям здесь же на контроллере домена. Поэтому даем адрес от контроллера домена 172.16.0.10. Добавляем этот хост. Замечательно. Итак, у нас появилась хостовая запись, обозначающая для нашего окружения, где находится сервер федерации. Сервер федерации в итоге будет не только проверять идентификацию и авторизацию, но еще и формировать и выпускать те самые клеймы, которые у нас будут проверяться при входе к нашим ресурсам. Итак, с помощью инфраструктуры DNS мы объявили, кто является будущим сервером службы федерации. Замечательно. Далее, для того, чтобы у нас это все хозяйство еще заработало, имеется в виду служба федерации, создадим под него специальный аккаунт. Сервисный аккаунт, который будет, в общем-то, использоваться нам для запуска этих служб. Итак, запускаем сессию PowerShell. И с помощью PowerShell быстренько создаем наш новый аккаунт. Итак, new aduser. Вот такой командлет я использую. Далее, естественно, мы его как-то называем с вами. Опция name. Name. Так, в принципе, мы и так и назовем его. adfs.service. Service. Так, это у нас будет с вами новый аккаунт. Замечательно. Сам аккаунт создали, но пользоваться мы с ним не можем по причине того, что у него отсутствует пароль. Поэтому сейчас дадим ему еще и пароль через командлет set ad account password. Вот так. set ad account password. паспорт. Замечательно. И дальше указываем тот самый аккаунт, для которого мы сейчас будем назначать пароль. adfs.service. Итого, запускаем командлет на исполнение. И сейчас он говорит, введите старый пароль. Но, друзья, вы понимаете, пароля никакого нет. Ни старого, ни нового. Аккаунт только что создали. Поэтому просто нажимаем enter. А вот теперь она говорит, что введите новый желаемый пароль для этого аккаунта. Вводим какой-нибудь парольчик. И система просит повторить его еще раз. Замечательно. Итак, у нас есть теперь аккаунт. У него есть пароль. Осталось его только включить. Почему включить? Потому что, вы знаете, как только мы аккаунт создаем, будучи без пароля, он появляется у нас в задизайбленном состоянии. Надо его, соответственно, развернуть. Вот так. Так. Ну что ж, включаем. Так, enable. AD account. Указываем, для какого аккаунта мы этот командлит сейчас применяем. AD FS service. Service. Красота. Вот теперь его можно пользоваться. То есть, в данном случае у нас с вами появился псевдочеловечек, который будет тащить наш сервис. До этого мы с вами создали, видели запись ресурса в виде названия сервера плюс его IP-адрес. Вот так. Дошли до того состояния, когда мы уже с вами можем устанавливать сервер федерации. Сервер федерации, а на самом деле это не сервер, а ферма. Потому что для отказа устойчивого режима рекомендуется, естественно, поднимать несколько узлов такой фермы. Ну, да. Осталось добавить нашу роль. Как вы знаете, служба федерации – это роль. И роль добавляется. Ну, не знаю, можно было через командлит и PowerShell. Сделаем через графику. Заодно посмотрите визарда. Итак, добавить роли компоненты. Первый вопрос, что добавляем. Ну, видите, установка ролей. Далее, куда? Наш с вами сервер. Вон DC1 на него мы будем его ставить. Тот самый IP-шник мы указывали в DNS сервере. И дальше вопрос, что же мы с вами все-таки ставим? Ну, служба федерации вроде договаривались, да? Поэтому будем разворачивать именно его. Итак, Active Directory Federation Services. Ставим галочку. Здесь как раз показано, что это такое. Видите, это простой и безопасный метод проверки подлинности. На основе ССО. Итак, Active Directory Federation Services выбрали. И после этого кнопочка «Далее». Далее вопрос по поводу компонентов. Никакие компоненты мы для него не тащим дополнительные. Все у него уже, в принципе, есть. Он самодостаточен. Ну, наверное, я забыл сказать, что, даже не забыл сказать, что я подразумевал, что я думаю, вы все знаете, что, в принципе, наличие инфраструктуры сертификатов, да, то есть Certificate Services, естественно, приветствуется. То есть, полностью вами управляемая служба сертификатов. Она тоже вам крайне-крайне бы пригодилась здесь. Итак, фичи у нас здесь отсутствуют. Поэтому шлепаем дальше. Нам еще раз система показывает, что мы с вами будем разворачивать. Ну и, соответственно, последний вопрос. Ставим или нет? Тут еще можно было отказаться. Я выбираю кнопку «Установить» и начинаем разворачивать бинарники от этой роли. Естественно, как любой уважающий себя сервис, он сразу после установки не стартует, потому что обязательно требует настройки. Естественно, этим мы с вами будем сейчас заниматься. Итак, система говорит, что у нас требуется конфигурация, но установка успешно завершена. Ну, раз требуется, поэтому любезно нажимаем на этот линк на нашем визарде «Добавление ролей». И вот появляется мастер первичной настройки фермы ADFS. И начинаем ее потихонечку отрабатывать. Итак, что нам здесь нужно? Первый вопрос, который задает система. Что мы с вами создаем? Мы либо создаем первый сервер федерации в ферме, либо добавляем еще один сервер в уже готовую работающую ферму федерации. Итак, оставляем радиокнопку в положении «Create» и шлепаем дальше. Дальше у нас вопрос будет «Испод какого аккаунта?» Ну, в данном случае, видите, у нас уже система определила тот самый аккаунт, из-под которого мы сейчас ставим эту роль. Она добавила доменного администратора сюда, ну, в качестве рабочего аккаунта. Все. То есть, из-под него мы будем эту конфигурацию делать. Красота. Дальше. Следующий вопрос, который нам задает визор. Она спрашивает тот самый SSL-сертификат. Помните, я говорил, что без инфраструктуры сертификатов как бы будет крайне тяжело. Вот. И в данном случае как раз первый вопрос. Она сразу нас спрашивает, какой будет SSL-сертификат использоваться для обмена данными через службу федерации. Так, SSL-сертификат, он у вас, вы знаете, очень похож на те самые сертификаты, которые выпускают для поддержки HTTPS протокола. Вот. За небольшим исключением. Есть там маленькие нюансы. Так. Итак, выбираем предварительно выпущенный мной сертификат. Я его назвал ADFSA.datum.com. Центр сертификации у меня находится здесь же, на машине LONDC1. Вот. И второй вопрос, который система задает, видите. Как он будет отображаться у нас на вот этом сервисе, сервисе федерации нашей компании. Ну, название компании есть сейчас в объем. Компания называется ADATUM.COM. 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 CORPORATION. CORPORATION. Так. Ну, в принципе, можно двигаться дальше. Хорошо. Я надеюсь, что вот до сего момента все, что мы с вами делаем, достаточно прозрачно и обычно. Ничего такого нового и сверхъестественного здесь не сделают. Вот. Пошлепали. Далее. Далее вот как раз вопрос по поводу сервисного аккаунта. То есть, система спрашивает, то есть, под какого аккаунта, да, у вас сервис федерации будет крутиться. Итак, нужен, видите, управляемый сервисный аккаунт. Здесь мы сразу могли его создать новый, но это не совсем по фэн-шуе, поэтому все-таки рекомендуют создавать заранее необходимый для работы аккаунт. Итак, используем существующий доменный аккаунт пользователя, да, в качестве вот такого аккаунта, управляющего сервисом. Замечательно. Итак, кнопка SELECT. SELECT. Здесь я говорю, что где-то у меня прячется ADFS SERVICE, так называется, аккаунт. Проверяем его с вами наличием. Да, он есть, система его нашла, нажимаем ОК, и вот, пожалуйста, аккаунт появился в окошечке нашего визорда, плюс, естественно, система требует под него пароль. Даем тот пароль, который мы с вами указывали при создании этого аккаунта. И идем дальше. Дальше вот тоже интересный момент, где будет храниться вся информация. Предлагаю два варианта. Либо будет использоваться внутренняя база данных, которую можно поднять как компонент операционной системы. Либо, что лучше, использовать отдельный экземпляр SQL сервера. Ну, у меня нет отдельного экземпляра SQL сервера, и в качестве теста и среды вполне подойдет внутренняя база данных, поэтому я так и оставляю Windows Internal Database. Ну, естественно, для какого-то продакшен использования вам все-таки крайне рекомендуется задуматься использовать отдельный SQL сервер. Все зависит от нагрузки, конечно. Да, друзья. Итак, определились. База данных в данном случае у меня будет работать на внутренней базе, на внутреннем экземпляре Windows Internal Database. Дальше. Дальше нам показывают, что же мы с вами все-таки здесь пытаемся сделать. Здесь говорят, что мы создаем основной сервер в ферме ADFS. Называется ADFS Adatum.com. Далее. Конфигурация службы федерации будет храниться во внутренней базе данных. Внутренняя база данных – это компонент будет инсталлирована вместе с сервером. Сейчас ее еще нет. Ну и последнее. Запускается или конфигурируется служба федерации из-под аккаунта Adatum ADFS. В итоге, на самом деле, R-Wizard запускает вот такой вот у нас с вами скрипт PowerShell. Вот. Ну да ладно. Итак, кнопка Next. Пошли предварительные проверки. Они прошли успешно. И в итоге нажимаем кнопку Конфигура. Начинается настройка и инсталляция. Настройка и запуск. Вот как раз инициализируется база данных. Туда выкладывается конфигурация. Красота. Сервер был успешно настроен. Я вас с вами поздравляю. У нас с вами появился первая ферма, состоящая из основного сервера под названием ADFS Adatum.com. Итак, начало службе федерации положено. Так. Я закрываю свои открытые окна. И тут сразу вопрос возникает. Итак, сказали, как вроде, что сервер федерации уже есть. То есть, служба федерации работает. Ферма ADFS существует. Как можно убедиться в том, что это действительно так? На самом деле можно. Для этого можно посмотреть метафайл. Это будущий контейнер для клеймов. И вот этот метафайл уже сформирован. И его уже можно открыть из клиентской машины. Поэтому идем запускаем какого-нибудь с вами клиентика. Так. Клиентика. О, London клиент 1 вполне подойдет. Итак, старт. Connect. Заходим из-под пользователя. Обычного пользователя. И открываем интернет-эксплорер. Еще раз повторяю. У нас, в принципе, вся прелесть службы федерации в том, что у нас, в общем-то, доступ осуществляется именно к конкретным веб-приложениям. То есть, должен быть веб-интерфейс. Веб-интерфейс есть на любых платформах. Ну, отсюда и вот эта самая пресловутая универсальность. То есть, с любого места, с любого устройства вы можете получить доступ к корпоративным ресурсам. Итак, пользователя зовут Брэд. Парольчик у него тоже есть. И пошло стандартное приветствие. Первый раз пользователь заходит на машину. Пока у нас с вами клиент пытается все-таки пробиться к рабочему столу, я попытаюсь в двух словах описать, как же все-таки служба федерации работает. На самом деле, если взглянуть с высоты птичьего полета, если так можно сказать, служба федерации является неким посредником, который проверяет какие-то входные данные, обрабатывает их у себя. И на основе правил сопоставления клеймов и атрибутов дает добро пускать к ресурсам или не пускать к ресурсам. То есть, служба федерации на самом деле может заниматься тем, как выдавать вот эти паспорта, сами паспорта, которые здесь называются клеймами на основе специальных правил, так и проверять их. Когда он их проверяет, он формирует другие клеймы, которые дают доступ к ресурсам. Вот, в принципе, такой некий посредник, это и есть служба федерации. Все это здорово напоминает, знаете, частное охранное предприятие, какой-то чоп, который стоит на страже какого-то склада, вы пришли забрать с этого склада какую-то продукцию, купили ее в интернет-магазине, и в этом складе наличие, как говорится, не одной компании, а нескольких, но все охраняет вот этот самый чоп, который в нашем случае называется служба федерации. Когда мы с вами в самом начале подходим к этой охране, к службе федерации, мы ему должны предъявить какой-то документ, который удостоверяет то, что нас можно пустить на этот склад. В данном случае они говорят, вот дайте нам записку от кладовщика. Мы звоним на склад, оттуда прибегает какой-то кладовщик и приносит бумажку, временный пропуск, который принимается вот этим чопом, и нас с этим временным пропуском пропускает внутрь. Вот в принципе по аналогии все работает здесь точно так же. Итак, проверяем, действительно работает у нас служба федерации или не работает. Открываем браузер, и мы должны с вами получить некую абрукадабру, которая называется файл метаданных. Вот этот файл метаданных является базой или контейнером для будущих клеймов, на основе которых будут строиться все проверки. Так, сейчас посмотрим, как до него достучаться. Понятно, что этот файл должен бежать на сервере федерации, поэтому идем туда. Итак, доступ, естественно, защищен. Открываем его через HTTPS, заодно проверим, как HTTPS работает. Название сервера, adfs.adat.com. Так, ну и далее. Где он у нас лежит? Есть специальная виртуальная директория, она там называется Federation Metadata. Далее указываем еще одну под папочку, я так понимаю, это версия его, год и месяц 2007-06. И дальше сам файл. Он также называется Federation Metadata. Metadata. Далее, даем ему расширение XML. Он, кстати, действительно является одной из разговидностей XML документов. И ждем, когда он у нас откроется. Если у нас с вами сервер федерации настроил корректно, он сейчас нам поднажет кучу, кучу, кучу описаний. Ага, вот это я и ждал. Вот как раз здесь, в данном случае, мы видим с вами некий файлик, в котором как раз перечислено последовательность идентификатора, который будет потом использоваться как основу для создания каких-то клеймов. Так, замечательно. Файл открылся, значит, нужно закрывать наш браузер, потому что, в принципе, все, что нам нужно было, мы уже проведили. Сервер федерации работает. Так, ну я покину клиента один. Так, и дальше. Настраиваем с вами применение ADFS именно для доступа к внутренним приложениям. У нас с вами есть портал, который находится на веб-сервере под названием London Server 1. Вот здесь это приложение как раз развернут. Поэтому я его стартую, наш сервер. И захожу внутрь. Зачем мы сюда заходим? Нам нужно сформировать необходимую инфраструктуру сертификата. Так, проверяем. Итак, машина-сервер 1. Заходим внутрь. Что нам нужен? Нам нужен с вами компонент под названием EAS. Internet Information Service Manager. То есть, веб-служба. Вот его и открываем. Так, какие названия красивые. www.qqq. Каких только посетителей у нас здесь нет. Я сегодня смотрю. Так, ну да ладно. Итак, нас веб-сервер интересует. Его и открываем. Так, красивая консолечка. Ну что ж. Итак, нас с вами интересует сам сервер. Идем внутрь. Так, первое, что нам нужно с вами, это найти... Так, еще кто-то пришел. Итак, нам нужно с вами найти тот самый раздел, который отвечает за выпуск сертификатов, за работу с сертификатами. Вот такая красивая пиктограмма сразу бросается в глаза. сервер сертификейшн. Вот сюда и идем. Итак, что нам с вами нужно здесь сделать? Мы должны создать необходимый сертификат для работы. Итак, с правой стороны в разделе Акшн выбираем с вами Create Domain Certificate. Начинаем его потихонечку прикручивать. Поехали. Итак, создаем нужные нам атрибуты для нашего сертификата. Итак, LondonSVR1 adatum.com указываем общее название. Вот такое. Это наш веб-сервер. Далее, организация adatum. подразделение IT. Местоположение. По сценарию компания находится в Лондоне. Давайте так и сделаем. Не будем отходить от предварительного какого-то сценария. это у нас Англия. Страна у нас Great Britain. Великобритания. Есть такое дело. Итак, атрибуты далее, которые нам нужны. Дальше нам нужно с вами выбрать центр сертификации. То есть, именно тот сервис, который нам этот сертификат будет выдавать или выпускать. Итак, ищем нужную нам сертификейшн авторити. Вот здесь уже я подготовил работающий центр сертификации. Как раз его можно использовать. Называется adatum.ca. Окей. Итак, он нам будет выпускать сертификат. Красота. Так, ну и теперь метка. Friendly name это не что иное, как маленький атрибут, который вы можете использовать по собственному усмотрению, именно как метку в любом сертификате. Это я называю сертификат, который потом у меня появится. Adatum test app сертификат. Итак, это всего лишь метка, по которой я впоследствии, когда мне понадобится выбрать нужный сертификат, из большого количества других сертификатов я узнаю нужный мне. Замечательно. В итоге будет SSL сертификат. Пошли дальше. Кнопка финиш. Центр сертификации получает реквест, запрос на выпуск сертификата, обрабатывает его. Ну и в итоге должен нам его отдать. Да? Вот, пожалуйста. Здесь у нас указана метка, та самая, которую я только что создавал. Это единственная кастомизируемая здесь вещь, без всяких последствий. Ну и далее. Выпущено для сервера 1. Выпущено кем? А датом CA. Устаревает он у меня, видите, в 2018 году. Ну и, соответственно, хэш сертификат. Так. Замечательно. Теперь осталось его прикрутить к нашему сайту. Идем и открываем дефолт веб-сайт. У нас же с вами все-таки веб-сервер, на нем есть веб-сайт. Так. Проверяем, какие привязки, то есть по каким портам он у нас работает. Ага. Вот как вы здесь увидели, он использует всего лишь HTTP, то есть 80-й открытый порт, то есть незащищенная информация. Ну вот. Ну у нас, естественно, это не устраивает. По причине того, что весь обмен данными в службах федерации идет только в закрытом состоянии. Те самые клеймы, о которых мы с вами говорили, они могут быть шифрованы, то есть их шифруют для пущей, как говорится, безопасности. Но самое главное, что они еще и подписываются другим сертификатом, когда создаются. Плюс, видите, используется защищенный HTTPS протокол. Итак, добавляем поддержку этому протоколу на наш веб-сайт. Кнопка «Добавить». Здесь я выбираю, что мы с вами будем использовать HTTPS. Ну, порт, понятно, оставляем 443-й, дефолтный. А вот здесь DSSL-сертификат. Выбираем тот самый сертификат, который мы создали. Как видите, эти сертификаты здесь в диалоговом окне отображаются только по этой метке. Поэтому было бы очень хорошо, если бы вы взяли за правило себе каждый раз, работая с сертификатами, обязательно указывать ту или иную метку, для чего этот сертификат создавался. Потом будет очень удобно работать. Итак, я выбрал нужный нам сертификат. Нажимаю «Ок». В итоге я получаю привязку, то есть доступ к нашему сайту на основе 443-го протокола по защищенному HTTPS протоколу. Красота. Итак, закрываем оснастку из менеджера. И начинаем с вами создавать первую часть. Первая часть, а, наверное, из моих слов понятно, что их будет несколько. Первая часть, она у нас будет связывать атрибуты некого доменного хранилища. Ну, в нашем случае это будут обычные доменные атрибуты. То есть, вы знаете, те самые свойства, которые у нас присутствуют в принципалам безопасности, объектам-юзерам, компьютерам. Вот, в те самые клеймы, которые будут формироваться у нас на стороне службы федерации. Итак, первая часть. Сторона клиента. Сейчас мы будем с вами организовывать взаимодействие между службой федерации и атрибутами доменных юзеров. Для этого нам с вами нужно уйти обратно на контроллер доверия. На контроллер домена. Чтобы организовать так называемый claim provider trust. Отношение доверия на основе вот этих клеймов. Переходим на DC1. На DC1 я запускаю уже полнофункциональную оснастку службы федерации. ADFS Management. ADFS Management. Вот так она выглядит. Хотелось бы отметить, что с появлением 2016 сервера оснастка там чуть-чуть изменилась. Там добавились другие фичи, другие компоненты. Что нужно здесь? Итак, первое. Организуем работу на стороне тех самых клеймов, claim provider trust. Здесь у нас, видите, trust relationship, специальный у нас, так сказать, контейнер. И здесь как раз, видите, три раздела. За что отличают эти разделы? Итак, первый раздел, claim provider trust. Исключительно делает сопоставление между хранилищем атрибутов. Видите, атрибут story у нас, active directory. А вся универсальность этого identity сервиса, да, то есть проверяющего, по-простому говоря, в том, что у нас хранилищем атрибутов может быть не только доменные службы. Любой функционал, который поддерживает LDAP версии 3, 16 сервера, теперь прекрасно является вот этим хранилищем атрибутов. Откуда можно эти атрибуты брать и на основе их делать проверку. Дальше. Claim provider trust, видите. Итак, используем в качестве хранилища атрибутов нашу доменную среду. Далее. Relay party trust здесь ничто иное, как возможность организовать доверительные отношения с тем самым claim приложением, которому надо дать доступ. И вот здесь уже у нас с вами показан один из сервисов, который называется device registration services. Device registration services, ничто иное, как workplace join, специальная возможность работать с недоменными компьютерами вот в такой инфраструктуре. Да, это та самая концепция бьет действия. Итак, переходим все-таки в claim provider trust и начинаем потихонечку создавать. Итак, у нас здесь, вот в этом контейнере Active Directory, есть возможность создать те самые правила создания клеймов. Итак, здесь они называются, видите, правила трансформации. Вот, а на самом деле мы с вами сейчас будем создавать свои собственные правила. Итак, что нам нужно? Добавить свое кастомизированное правило, на основе которого атрибут обычного юзера AD будет превращаться в клей. А сервере службы федерации дальше будет использоваться для того, чтобы его пустили каким-то ресурсом. Что нам здесь с вами нужно? Итак, первое. Выбираем необходимый шаблон. Видите, play rule шаблон. Все эти правила упакованы в предварительно созданные шаблоны, на основе которых мы можем, в общем-то, делать свои собственные кастомизированные заготовки. Итак, что нам нужно с вами? Выбрать send to dap attribute как claim. То есть, сказать, что атрибут AD будет клеймом. Вот так. Берем этот шаблон. И появляется вот как раз правило, которое будет нам с вами трансформировать тот самый атрибут из хранилища атрибутов в claim, который будет потом работать у нас в качестве базы для проверки. Так, первое требует названия. Ну, мы говорим исходящий, потому что он предназначается для проверки. Выдается на проверку, поэтому будет исходящим outbound ldap attribute правило. Итак, название мы с вами дали. Дальше самое интересное. Вот как раз здесь же мы с вами выбираем то самое хранилище атрибутов, атрибут стора. В качестве атрибут стора, хранилище атрибутов, выбираем наш с вами актив директори. Ну, другого у нас здесь нет. И начинаем делать сопоставление. Итак, первое. Мы говорим, что есть атрибут в AD, который называется у нас e-mail адрес. Выбираем его. Вот e-mail адрес. Это как раз реальные атрибуты из хранилища атрибутов. В нашей доменной службе. А вот здесь уже мы выбираем с вами тип клейма. Клейм, который будет использоваться вместе с этим атрибутом. Итак, клейм. И для простоты, видите, разработчики дали то же самое название. Практически похожее. Я выбираю e-mail адрес. Итак, в качестве проверки, да, или основы для проверки, а потом последующей авторизации пользователя к ресурсам, мы создаем вот такую таблицу соответствия на основе правил. Указываем атрибуты, ну, например, название атрибута user-principal-name. И даем ему в соответствии user-principal-name claim, тип клейма. Вот, UPN, например. Есть такое дело. Дальше. Может использовать пользователь не только-то вот эти атрибуты, ну, например, для входа он еще простое свое имя будет вводить. Display name, например. Соответственно, тип клейма, который мы с вами выберем, будет называться просто name. Красота. Так, нажимаем кнопку finish. И у нас с вами появилось, видите, еще одно правило преобразования атрибутов клейм. Три атрибута и, соответственно, три клейма мы указали, поэтому мы можем с вами нажимать ok. Красота. Итак, то, что мы с вами только что сделали, это указали сторону проверки пользователя, который пришел, ну, пользователя, либо устройство, которое пришло получить эти ресурсы. Так, дальше. Теперь нам нужно с вами поработать на стороне того сервера, который эти ресурсы должен предоставлять нашим пользователям. Итак, мы с вами настраиваем функциональность, которая называется Application Trust and Common Claims или Relation Party Trust. Так они еще и называют. Итак, переходим на сервер 1. На сервере 1 у нас здесь установлена специальная утилита. Она называется Windows Identity Foundation Federation Utilita. Это компонента. Видите, открывается мастер ее настройки, который как раз вот этот Relay Party Trust нам и позволит сделать. Итак, видите, местоположение, то есть настроить положение самого приложения, здесь указывается конкретно тот самый ресурс, на которого мы будем пускать пользователя, и его универсальный указатель. То есть, если вверху это указывается, видите, в виде конфигурационного файла того самого веб-сайта, на котором крутится ваш какой-то там веб-портал, то здесь указывается его, видите, указатель в виде вот такой вот адресной строки, как здесь показано. Итак, начинаем потихонечку пробивать. Где же у нас этот конфигурационный файл нашего веб-приложения находится? Там приложение действительно есть, его создали. Ну вот, и мы к нему стучимся. Итак, он у нас находится здесь на диске C. Пап двоеточие обратной слэш в папочке InetPub. Далее, ну, корневая папка www.root. Далее у нас с вами та самая виртуальная директория, в которой лежит приложение. Называется Adatum TestApp. TestApp. Так, и внутри тот самый файлик, за которым мы, в общем-то, и пришли. Вот так и называется, стандартное название web.cfg. Вот так. Итак, тут мы указали, по сути, местоположение настройки вашего веб-ресурса, раз, веб-портала. Далее, здесь мы указываем путь к нему через HTTPS. HTTPS. Два слыша. Далее. London. Svr1. Adatum.com. И здесь же мы указываем виртуальный директорий. Adatum. TestApp. Замечательно. Вот именно таким образом у нас получается проброс всех обращений пользователя, которые пришли с клеймами для проверки, на вот такой портал, веб-портал. Server1.adatum.com. Adatum.test.app. Замечательно. По такому пути будем идти. Пошли дальше. Далее вопрос по поводу токена безопасности. Дело в том, что весь этот обмен клеймами на самом деле проходит внутри контейнера. Помните, я говорил файл метаданных. Это не что иное, как security token. И работает это все под неким open source стандартом под названием security token services. Итак, сервисы STS. И тут вопрос у нас. Первый вопрос. Какой токен мы будем использовать? Ну, первое. Они говорят, у нас его нет. Да, нового STS. Но на самом деле нет, мы его с вами создавали. Итак, говорим, что используем существующий security token services. И здесь указываем доступ к тому самому файлу метаданных, который проверяли с клиента 1. Именно он у нас и является тем самым контейнером, который здесь называется токеном маркером безопасности. Итак, все то же самое, как на клиенте 1 делали. HTTPS. Далее. Сервер. Это adfs.adatum.com. Далее. Указываем папку federation.metadata. Ну, и, соответственно, помните, там версия была, это год 2007, соответственно, месяц 06. Ну, и сам файл. federation.metadata. Так, ну, естественно, на него смельное расширение. Замечательно. Можно идти дальше. Кнопка next. Ага. Не могу обрабатывать этот документ, ошибка доступа к нему. Так. Удаленный сервер, возвращал ошибку. Не найден. Красота. Так, сейчас посмотрим. Значит, где-то я ошибся. Так, проверяем. Поехали. HTTPS, двоеточие, два слуша. Дальше у нас название. adfs.adatum.com. Так, это есть. Так. Та-там-там-там. Далее. Далее. federation. federation. Meta. А, ну да. Конечно, 60. Data. Federation. Metadata. 2007-6. Federation. Metadata. Вот так. Красота. Куда-то остаток проглотился у меня. Итак, я проверил этот файл. Ну, можно было test location, но это то же самое. Дело в том, что он не даст вам ввести несуществующий файл метаданных. То есть, в данном случае, если у вас здесь проверка не пройдет, вы никуда дальше по этому мастеру не пройдете. То есть, если я вот сейчас нажав next, получу следующую страничку, то значит у меня действительно все работоспособно. То есть, в данном случае, файл метаданных на службе федерации работает исправно. Вот. Ну, а здесь была простая опечаточка. О, отлично. Вот видите, проверки все прошли. Он нашел нашу ферму. Серверами федерации нашел в данном случае этот файл метаданных, проверил его, он убедился в корректности синтексиса. То есть, в данном случае, эта основа для создания клеймов, в принципе, готова. Итак, дальше вопрос. Здесь у нас включается проверка, но мы ее не будем включать. Если у нас, согласно фэншуе, используются сертификаты, а согласно фэншуе, это значит, что у нас является какой-то публичный сверху выпускающий центр сертификации. То тогда эту цепочку можно будет проверить. Ну, так как мы выпустили для внутреннего использования, плюс это, соответственно, работает внутренний центр сертификации, то его никто не знает снаружи. Вот так. Поэтому я отключаю проверку вот этой цепочки. То есть, ничего здесь не меня. Disable certificate chain validation. И иду дальше. Далее вот как раз защита. Помните, я говорил, что у нас с вами формирующиеся клеймы, которые у нас лежат в файле метаданных, они обязательно подписываются, дабы никто не изменил их содержимое, пока они двигаются по каналам связи. Плюс, соответственно, их можно шифровать. Но я шифровать не буду, поэтому одним сертификатом меньше. Новый encryption. Ну, для пущей безопасности, естественно, можно включать необходимый вам уровень шифрования. Необходимый уровень безопасности. Так, пошли дальше. Дальше у нас с вами вопрос по поводу предлагаемых клеймов, которые у нас будут с вами использоваться вот в этом с вами STS, в том самом файле метаданных. То есть, на основе чего будут формироваться те самые клеймы. Они здесь показаны, да, переписаны. Вот. Нам здесь ничего не нужно, просто только посмотреть. Менять ничего не будем. Вот четыре первых строки. Это те самые атрибуты, которые уже стали клеймами, и которые будут лежать внутри вот этого файла метаданных. Вот так. Итого, я проверил то, что я забивал здесь есть, и иду дальше. Дальше у нас итоговая страничка. Она говорит, что мы с вами здесь сейчас сделаем. Ну, а для тех, кто забыл, мы с вами сейчас здесь формируем часть работы по авторизации на основе сервера ресурсов. То есть, нашего веб-сервера, который вот эти ресурсы будет предлагать. То, что потом выльется в такое название, как Relay Party Trust. Relay Party. Итак, Claim Provider Trust – это то, что относится к проверке пользователей. Relay Party Trust – это то, что относится к доступу к ресурсам. Вот так. Готово. Итого, нажимаем кнопочку Finish и идем дальше. Итак, мы с вами успешно настроили наше приложение. То есть, в данном случае, теперь вот этот веб-портал, который у нас с вами функцифлирует на машине London Server 1, готов к работе со службой федерации. Окей. Ну что ж, переходим обратно на сервер федерации. Это London DC 1. И вот как раз формируем ту самую часть взаимодействия между тем порталом, то есть веб-сервером и нашей службой федерации. То, что я называл Relay Party Trust. Relay Party Trust отвечает за отношения между сервером федерации и ресурсами. Claim Provider Trust отвечает за отношения сервера федерации и атрибутами, которые пользователи приходят и приносят для проверки. Ну и, соответственно, их система преобразует в клеймы, на основе которых потом впускают дальше к ресурсам. Так. Итого. Добрались до ресурсов Relay Party Trust. Правой кнопкой мыши вызываем команду создать вот этот Relay Party Trust. То есть, по сути, взаимодействие с веб-приложением, которое там только что настраивали. И начинаем также с помощью мастера отрабатывать вот этот вот Connect. Так. Добро пожаловать. Кнопка Start. И начинаем потихонечку указывать. Итак, первое. Импорт информации Relay Party Trust, который либо опубликован онлайн, либо лежит в локальных сетях. Ну, то есть, локальный сервис. Итого. Мы вот эту часть с вами выбираем. И указываем здесь тот самый URL, тот самый указатель на наш ресурс. Поехали. HTTPS. Два слышали. Дальше. Название нашего сервера, которое это веб-приложение нам предлагает. LondonSphere 1. Домен. Adatum.com. И виртуальная директория, где само приложение лежит. Adatum. Test. Test. Апп. Adatum. Test. Апп. Ставлю слэш. И иду дальше. Зачем мы это указали? В данном случае как раз будет загружаться сюда, на службу федерации. Это загрузит сюда тот самый файл. Настроит метод данных. Далее. Имя. Как будет у нас отображаться? Именно в консоли службы федерации. Вот это вот отношение доступа к ресурсам. Ну, они назвали сервер 1. То есть говорят, что на сервер 1 мы будем. Ну, нас, наверное, не очень хорошо. Нас это не устраивает. Назовем, ну, как мы говорим, что мы идем на корпоративный портал. Adatum. Test. Апп. Вот так. На самом деле, неважно, как мы это дело назовем. Это всего лишь для идентификации ресурсов. Не более того. Так. Дальше. Дальше. Дальше вопрос по мультифакторной идентификации. Про мультифакторную идентификацию много чего сейчас говорят. Она много где применяется, в том числе и в службе федерации. То есть в данном случае вы можете настроить доступ к ресурсам не только на основе, да, атрибут-клейм пользователя, но еще и на основе, допустим, какого-то числа, да, если у вас работает, допустим, специальная программа, идентификатор. Либо у вас там какой-то SMS-провайдер. Есть SMS-модем, который генерит вам код, который надо будет ввести. То есть в данном случае это еще один уровень безопасности, который можно настроить для того, чтобы у вас попадали на этот ресурс только те, кто должны. Ну я, естественно, не буду настраивать мультифакторную идентификацию ни к чему. Это сейчас пошли дальше. Дальше. Дальше у нас теперь вопрос по поводу разрешений. Тут вопрос. Для всех мы, пользователей, разрешаем доступ, который проверится, либо кому-то мы запретим. Но мы говорим, что нет, будем работать на основе разрешений. Дело в том, что инфраструктура службы федерации работает по принципу неявного запрета. То есть если вы явно вот сейчас кому-то не разрешите, то тогда, соответственно, никто туда не попадет. Вот так. Итак, оставляем, что мы с вами даем разрешение пользователям доступ вот к этому релайпате, то есть к ресурсам. Пошли дальше. Здесь, в принципе, нам показывают готовые настройки. То, что в итоге у нас будет функцифировать как клеим доступа к ресурсам. Вот. Ну мы здесь ничего не меняем. Это просто некое окно, которое показывает итогов, что мы здесь с вами сделали с мастером. Если нас все устраивает, идем далее и нажимаем кнопку финиш. Смотрите. Нажимая кнопку финиш и закрыть, у нас с вами появляется специальный редактор, видите, который будет создавать правила. Правила обработки клейма для доступа к ресурсам. Нечто похожее мы делали с вами недавно совсем, когда занимались созданием клейм-провайдер-траста, то бишь преобразования атрибутов в клеймы. Здесь же, помните, как я и говорил, здесь вторая часть, здесь свои собственные правила, которые будут эти клеймы согласно правилам отрабатывать. Итак, кнопка закрыть, и у нас открывается тот самый визард-мастер, который позволяет вот эти правила трансформации с вами создать. Итак, что нам с вами нужно? Первое правило преобразования. Правило преобразования. Добавляем это правило. Видите, здесь можно отдельно авторизацию делать, делегирование передачи, но это более сложный сценарий, о них мы вообще сейчас пока вообще говорить не будем. Итого, добавляем новое правило. Появляется мастер в создании правил, и начинаем его потихонечку отрабатывать. Итак, выбираем шаблон уже не преобразования атрибутов клейм, а совершенно другой, который говорит пропустить, past true, пропустить, либо, соответственно, видите, обработать ходящий клейм. Итак, мы с вами создаем, по сути, правило преобразования клейма в некую сущность, которую поймет наше с вами веб-приложение и пустит нас внутрь. Вот так. Итак, через чего мы будем с вами проходить, то есть пользователь будет получать это приложение. Начинаем потихонечку создавать, по сути, правила доступа. Итак, первое, что нам с вами нужно, next, имя. Создаем доступ через обычный аккаунт Windows. Итак, пропустить, past через true, через что? Windows, account, name. Итак, пропустить через Windows, account, name. Замечательно. Здесь мы, соответственно, должны выбрать с вами тот самый, видите, входящий клейм. Со стороны claim provider trust он выглядел как outbound. Помните, мы делали исходящий клейм. Здесь у нас сходящий. И выбираем соответствующий клейм. Итак, Windows account. Вот он. Итак, Windows account name. Вот такой тип клейма мы выбрали на обработку. Ну и идем. Все значения клейма здесь будут, видите, пропускаться, проверяться, пропускаться. Дальше пошли. Итак, первое правило. Если пользователь пытается попасть на вот этот веб-портал через свой собственный аккаунт, пожалуйста, попадет. Далее. Это еще не все. Ведь на самом деле он может ходить не через собственный Windows аккаунт. Почему? Потому что он может работать на другом устройстве. И в данном случае провериться сейчас он доменом не может. Поэтому в качестве клейма может использоваться его e-mail адрес. Не зря такой атрибут появился в наших десктопных системах. Итак, создаем еще одно правило обработки. Добавить правило. Выбираем, что мы говорим, правило проходящее. Пропустить через и говорим через его e-mail адрес. Итак, pass true пропустить через e-mail, e-mail адрес. Это название. Ну, соответственно, нужно выбрать этот тип входящего клейма. Вот он, e-mail адрес. Пропустить и обработать. И кнопка finish. Замечательно. Теперь, то есть, если пользователь придет у нас не через Windows аккаунт, а через e-mail адрес, он тоже будет обрабатываться. Дальше, что мы еще как фильтр будем использовать? Pass true filter. User principal name, например. Итак, pass через... То есть, его пропустить по UPN. Ну, естественно, тип входящего клейма будет обрабатываться по этому правилу. UPN. User principal name. Красота. Так, ну что еще? Можно просто имя сделать. Да? Мы же делали с вами такой клейм исходящий. Так, добавить правило. Далее, шаблон берем для организации доступа к ресурсам. Название ему даем. Пропустить по имени. Так, красота. Идем дальше. Ну, в принципе, хватит. Наверное, осталось только тестировать. Мы с вами уже создали... Аж... Так, почему? Что у нас? Ну, клейм был. А, ну да, клейм-то я не выбрал. Клейм. Видите, проверки есть постоянно. Итак, клейм. Входящий клейм будет называться name. Finish. Итого. Вот здесь у меня. Причем они указаны в порядке. 1, 2, 3, 4. Правило, которое обрабатывают поступающие клеймы сюда к нам. Для создания вот этого самого маркера, с которым потом уже наш с вами пользователь попадет на этот ресурс. Только в данном случае здесь уже клеймы не исходящие будут, а входящие обрабатываться. То, что организовывалось у нас с вами на уровне создания клейм-провайдер-траста. Итак, чтобы чуть-чуть-чуть так подытожить немножко и сделать некий чек. Потому что, в принципе, я уже все сделал. Осталось только нажать ОК и уже можно проверяться. Итак, первое, что можно сказать. Чтобы организовать доступ к ресурсам, можно иметь одну ферму или один сервер службы федерации. Почему? Потому что на одном сервере федерации можно сразу организовать как создание клеймов для аунификации пользователя, так и создание клеймов для авторизации пользователя. То, что здесь называется Claim Provider Trust и Relay Party Trust. Итак, Claim Provider Trust на основе правил, которые вы создадите обработки LDAPS, атрибут Сторы, будет обрабатывать все те атрибуты, которые у нас имеют обыкновенный доменный аккаунт. Ну, как хранилище атрибутов. В качестве хранилища атрибутов, как я уже сказал, не обязательно может быть доменные службы. Далее, Relay Party Trust – это обратная сторона. В данном случае организуется специальный маркер безопасности, который, по сути, дает добро на доступ к этим самым веб-ресурсам. Поэтому у нас, как с вами, могут два сервера федерации быть, так и один, потому что и один, и два сервера федерации могут выполнять, по сути, одну и ту же задачу. Итак, соответственно, если у вас один сервер, он является и обработчиком стороны идентификации, то есть Climb Provider Trust, и авторизацией, то есть создание Relay Party Trust. Если у вас организуется доступ к каким-то ресурсам извне вашей компании, то есть наружу, то, соответственно, там в зависимости от сценария применения. То есть, если вы предоставляете ресурсы, вы на своей стороне настраиваете только Relay Party Trust и организуете взаимодействие с поступающими клеймами. Если вы занимаетесь только тем, что проверяете пользователей, то есть занимаетесь, по сути, идентификацией, то тогда организуете только Climb Provider Trust. Они будут генерить у вас исходящие клеймы, ну и, соответственно, которые потом будут обрабатывать тот другой сервер федерации на основе Relay Party Trust. Вот так. Ну так, немножко подрезюмируем. Ну, все достаточно логично и не очень сложно, я бы так сказал. Так. Ну что же, пошли проверяться. Итого. Приложение уже у меня есть, оно работает на сервере 1. По сути, служба федерации у меня есть, оно работает на машине Lone DC1. И вот я стартую клиентика. Клиент 1, который как раз, вот тут Брэд Саттон, то есть с ним сейчас зайдем. Который желает получить доступ на корпоративный веб-портал. Как я сказал, доступ к сервисам здесь организован всегда на уровне браузеров. Поэтому он открывает свой интернет-эксплорер и стучится на этот веб-портал, на веб-приложение. HTTPS. Так. Дальше. Машина, где у нас лежит этот портал. London Server 1. Доменный сэффикс. Адатум.com. Так. Ну и само приложение. Адатум. Тест. АПП. Так. Адатум. Тест. АПП. Замечательно. Вот наш Брэд Саттон. Он, по сути, рядовой работник. Его задача – получить доступ к какому-то веб-приложению, ну и отработать свою бизнес-задачу. Вот он с помощью браузера. Видите, ничего здесь не инсталируется. Стучится на этот ресурс. И тут же начинается проверка его. Видите. Итак. Идет подключение, смотрите, к службе федерации. Connection ADFS. Адатум.com. И этот у нас товарищ спрашивает. Стой. Кто идет? Мы говорим, что идет товарищ Брэд. Из домена Адатум с паролем Аспорт. Замечательно. Я ставлю запомнить креденшнл. Нажимаю ОК. Итак, его проверяют. Атрибуты преобразуются в клеймы. И вот то, что вы здесь видите, это на самом деле работа веб-приложения. Программисты создали веб-приложение, которое… Я буду пожаловать для Брэдса Адатума. Которое показывает, какие клеймы на данном этапе, на данный момент служба федерации обрабатывает. То есть то, что вы здесь видите, это все те самые возможности, с помощью которых наш Брэд может попасть к этому веб-приложению. То есть чудо состоялось. Его проверили и пустили на веб-приложение. В данном случае веб-приложение, которое нам просто показывает, какие клеймы здесь использовались для доступа, для доступа к этому приложению. Вот так. Ну что, есть такое дело. Так, но что от себя можно сказать? В принципе, как бы внутри компании не всегда сотрудники приветствуют ввод логина пароля к этому приложению. Им они говорят, мы же уже ввели один раз, когда входили на машину. Почему мы должны еще раз вводить вот эти креденшнелы, когда входим на приложение? Поэтому сейчас возьмем и организуем с вами возможность… Ну, то есть самую процедуру входа с одноразовым введением логина пароля. То есть, чтобы наше приложение больше не спрашивало логин и пароль от пользователя, а сразу пускало его внутрь. Но пускало, проверив. Итак, что делаю? Итак, открываем. Сначала я закрою его, открою интернет-эксплорер и зайду в настройки нашего с вами браузера. Открываем интернет-опшенс. Здесь нас интересует вкладочка security, безопасность. Заходим сюда. И нас интересует с вами локальная интернет, то есть, по сути, локальная сеть. Итак, я выбираю эту пиктограмму, нажимаю кнопку сайты. И здесь кнопочка advanced. То есть, переходим в расширенный режим, чтобы сюда, в доверенные зоны, нам добавить с вами те ресурсы, которые используются при проверке наших пользователей к доступу к веб-порталу. Ну, к веб-приложению. Итак, первое, что мы делаем. Добавляем сюда наш сервер федерации. Потому что первое, куда идет HTTPS поток, это на adfs.adatum.com. Итак, adfs.adatum.com. И кнопочка добавить. Готово. Итак, все запросы, которые будут идти на этот ресурс, уже не будут вызывать никаких проблем, потому что они сразу попадают под локальный интернет. Есть такое дело. Но это еще не все. На самом деле, сам наш веб-сервер, веб-портал находится на машине сервер 1. А это мы указываем еще и сюда доступ. HTTPS 2 слыша. Машина LondonSvr1. Точечка adatum.com. LondonSvr1.com. Да? Замечательно. Кнопочка добавить. Итак, по сути, два носителя ресурсов, которые нам нужны, теперь станут доверены в этой зоне локал-интранет. Это adfs и LondonServer1. Нажимаем кнопку закрыть. Здесь кнопка окей. Ну и в свойствах тоже самое. Окей. Красота. Ну что же. Проверяем. Итак, LondonClient1. Наш с вами Брэд опять пришел к своему корпоративному веб-приложению. Заходит на браузер и вводит ту строку, которую дал ему администратор. Администратор сказал, вот сюда стучись и ты получишь это приложение. Итак, LondonServer1.adatum.com. Ну а далее приложение. Адатум тест АПП. Нажимаем ввод. Если у нас все отработает, то ничего, никаких вопросов ему система не задаст. Но тем не менее, да, ну вот как вы видите, система его проверила. То есть видите, аунификация была проведена. Значение истина true. Ну и соответственно кто пришел? Брэд Саттон. А далее клеймы, которые использовались для доступа к ресурсам. Вот в принципе таким образом можно осуществить доступ к ресурсам совершенно разных компаний. То есть работать в сценарии бизнес-то-бизнес, либо соответственно онлайн-бизнес. Ну и естественно это является по сути идеальным вариантом для доступа к таким веб-ресурсам, которые находятся на порталах Ажура. Тот самый Office 365. Ну, наверное, на этом все. Если кто-то придет ко мне на курсы по серверам, будет много чего интересного. Расскажу, покажу.